Если у вас нет газа, естественно, вы начинаете искать другие альтернативные варианты, либо твердотопливные котлы, либо электрические. Ну, рассмотрим электрические котлы, то есть, их тоже существует и несколько разновидностей, то есть, обычные теновые котлы, электродные котлы и индукционные котлы. В чем здесь подвох? Теновые котлы, естественно, дешевле, но если говорить по потребляемости электроэнергии, то есть, грубо говоря, котел потребляет 9 киловатт, этот 9 киловатт и этот 9 киловатт. Вроде бы как, да, все одинаково. В чем здесь разница? Почему этот дешевле и этот дороже? Дело в том, что тен, кто представляет конструкцию тена, то есть, это, грубо говоря, трубка, в нем находится, так сказать, нехромовая нить и засыпан кварцевым песком, то есть, прежде чем тепло отдать теплоносителю у тена, нехромовая нить надо нагреть сперва кварцевый песок, потом кварцевый песок отдает тепло трубке металлической, и после чего трубка уже нагревает сам теплоноситель, то есть, сами понимаете, что вся электрическая энергия, которая потребляется, не полностью отдается теплоносителю. Электродный котел, он имеет другой принцип работы, то есть, у него существует два электрода и за счет электропроводности теплоносителя, то есть, вода. Вода имеет очень хорошую теплопроводность, практически вся потребленная электроэнергия, опять же, практически, переводится в тепловую энергию, то есть, КПД выше. Естественно, есть скептики по поводу вот этих котлов, что там накипь и тому подобное. Да, если у вас в теплоносителе есть соли жесткости, естественно, образуется накипь, но это легко удаляется, то есть, раз в год, в любом случае, вы делаете техническое обслуживание котлу, откручиваете эти электроды, очищаете наждачкой накипь и все, и он также продолжает работать. Но здесь есть свои нюансы, то есть, не каждый, так скажем, кто-то желает работать, например, с антифризом, есть, так скажем, загородная дача, и не всегда вы там появляетесь, и понятное дело, что постоянно ее топить не имеет смысла, и заливает антифриз. Так вот, для электродных котлов есть специальный антифриз, и не всякий антифриз сюда подойдет. Этот момент тоже надо учитывать и закладывать в бюджет. И индукционные котлы, у них немножко другой принцип, у них принцип как сварочного аппарата, есть, так скажем, катушки, которые при прохождении электрического тока нагреваются и отдают уже теплоносителю. Тоже довольно-то высокий КПД, насколько я вот видел информацию от производителя, где-то 97-98% КПД. То есть, в чем здесь именно особенность, как я уже сказал, то есть, обязательно смотрите КПД у всех типов котлов, и обязательно уже сравнивайте потом по ценам, то есть, окупаемость того или иного котла. Музыка 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 Музыка